Всем привет! Я продолжаю играть в Mountain Blade Warband. Мод Испания, 1200 год. Наш герой Карл сейчас находится в Лиссабоне. Но я думаю, вы уже поняли, здесь не только Испания, но еще и Португалия. Отправляемся дальше на север. Я напомню, здесь Карл исследует местность. Знакомимся с обитателями этой карты, прежде всего бандитами. Естественно, Карл зарабатывает начальный капитал. Зарабатывает этот начальный капитал, опять же, охотясь на бандитов, а также при удобном случае выигрывая турниры, которые проходят в тех городах, где оказывается Карл по дороге. В предыдущей серии Карл раздобыл себе приличную уже кольчугу. Осталось раздобыть себе приличного коня. Я думаю, что Карл будет готов к серьезным уже испытаниям. Видим, здесь проходит турнир. Ну что ж, будем принимать в нем участие. Посмотрим, какие будут турниры в Португалии. Ну да, здесь коня нам уже не дали, это плохо. Дали двуручный меч, но я надеюсь, как мы двуручным справимся. Я напомню, здесь у меня сложность стоит на 45%. У нас идет всего лишь четверть урона нашему главному герою. Но видим, что Карл переходит на 11 уровень. Все же остальные установки боевые стоят на максимумах, поэтому хоть нашему герою наносят здесь небольшой урон, тем не менее, противники весьма шустрые. И так просто, если не одолеть. И так, первую группу мы перебили. Вижу, что там еще несколько групп. Но я думаю, что Карл уже прошел следующий ранг. Он, по-моему, двойки уже оглушил. Это, в общем-то, проходной билет в следующий ранг. Поэтому даже если сейчас мы проиграем ни на чем это уже не скажется. Тем более, вот Карл еще даже двоих успел оглушить. Да, с этими тремя мы уже не справимся. Ну да. Можно даже и не пытаться особо. Даже не с тремя, а с четырьмя. Идем в следующий ранг. Действительно, все-таки турниры на юге мне нравились больше. Я предпочитаю на конях турниры проходить. Поэтому даже в нейте. скажу честно, я предпочитал турниры именно в Сарадинском Султанате, а также в Хиргидском ханстве. Так, это наш союзник. Я уже был и хотел его прикончить. Вернее, глушить, конечно же. И очень при этом не любил турниры признаюсь честно у нордов. Для меня они были самыми сложными. Хотя, конечно, частенько я выигрывал турниры и в нордских землях. Даже, в общем, на высоком уровне сложности. Там, где у нас идет максимальный урон. И, в общем, максимально, скажем так, прокачаны у нас противники. Но сделать это именно в рукопашной схватке, конечно же, на мой взгляд, намного сложнее. Итак, первого противника мы уложили. Я думаю, займемся вот этим пешим. С ним, я думаю, будет больше проблем. Как это ни странно. Правда, вот дяденька с пикой разрушил нам щит. Самое главное, конечно же, у пикинера на лошади убить эту самую лошадь. После чего он становится фактически беззащитным. Ну, вот, видим. Это действительно так. Поэтому, когда вы с пикой лошадь что называется, необходимые условия вашего пребывания на плаву, как только эту лошадь убивают, в общем, это равноценно тому, что и вы тоже проигрываете. я так понимаю, это финал. Нам дали лошадь, нашему противнику лошадь не дали. Я думаю, что это, в общем, заранее все предрешает. Хотя, я думаю, что у нас не было бы никаких проблем, даже если бы у нас не было лошади. И более того, даже если бы у него была лошадь, а у нас ее не было бы. Я думаю, даже проще было бы в этом случае. По крайней мере, лично для меня, потому что искусственный интеллект здесь не умеет эффективнее использовать лошадь. Это, пожалуй, все-таки один, по крайней мере, можно это рассматривать как один из недостатков Mountain Blade, а именно искусственного интеллекта. так, все-таки это не был последний раунд, значит, будет следующий. Здесь у нас снова лошадь с пикой. Кстати, у них, по-моему, тоже. Вернее, не у них, а у него. Но, опять же, не умеет здесь искусственный интеллект, скажем так, все-таки, на мой взгляд, воевать на лошади, поэтому проблем у нас не будет. Я думаю, мы срузим ему лошадь, подолго не возиться, затем прикончим его рыцарским ударом. Вот, собственно, вкратце весь план. Ну да, вот лошадь уже, скажем так, ранена. Будем считать, что мы ее тоже не убиваем, естественно. Теперь осталось попытаться нанести рыцарский удар, но сюда все удачно получилось. Получаем мы свои заслуженные 4000. Посмотрим, что здесь продается. Прежде всего, меня интересуют лошади. Тяжелый боевой конь. Вот это, кстати, меня вполне может устроить. Броня 25. Ну да, я думаю, купим эту тяжелую боевую лошадь. Не будем дальше привередничать, тем более, в общем, за вполне разумные деньги. Так, теперь осталось только посмотреть броню. Конечно, 28000 это броня очень даже, но, к сожалению, у Карла 28000 нет. Так, что касается оружия, то, в общем, откровенно говоря, Карлу ничего не нужно. Но, если только пику хорошую прикупить, но я уже отмечал в предыдущей серии, что это не первостепенная, скажем так, наша задача. Я думаю, та пика, которая сейчас у Карла, его вполне устраивает. И этой пикой мы вполне себя серьезно орудуем. А для рыцарских ударов, по-моему, вообще без разницы, какая пика. В любом случае, мы наносим очень серьезный урон. Ну что, я думаю, надо, наверное, напасть на этих легких пионов. Насколько я понимаю, это не лучники и не арбалетчики, и более того, даже еще не всадники. Поэтому разнесем их, что называется, на раз-два, по крайней мере. Хочется в это верить. Это явно дезертира именно, а не бандиты. Местность в основном здесь, как я уже отмечал, вполне себе удобная. Правда, есть лесистые, скажем так, участки. С горными, кстати, участками. пока я здесь не сталкивался. А вот лесистые есть, и, конечно же, всаднику на этих лесистых участках воевать не слишком удобно. Но в основном это равнина, собственно, вот такая равнина, как эта. Конечно же, не идеально ровная поверхность, холмистая скорее, но, я думаю, для конника. эта местность вполне себе подходит. У них есть метательные дротики, я так понимаю. Наметательные дротики это не луки. Их небольшое количество, поэтому, в общем, долго ждать, пока их выкинуть не приходится. я думаю, что такими темпами Карл достаточно скоро уже достигнет двадцатого уровня. Я думаю, что там уже можно будет подумать о том, чтобы нанимать дружину и, в общем, начинать, скажем так, путь лорда. А именно принимать какую-то вассальную присягу, опять же, обращаясь к тем, кто проходил этот мод, можете советовать, кому лучше присоединиться, какие, скажем так, есть аргументы. Мне, в общем-то, все равно с точки зрения национальности здесь кому присоединяться. Понятно, что здесь мусульмане воюют с христианами, но, скажем так, у меня все-таки герой такой, я бы сказал, достаточно толерантный к религиозным предпочтениям. Скорее, здесь будут предпочтения, основанные на совершенно другом, а именно, скажем так, на предпочтениях эффективности и выгоды. Поэтому вполне можно присоединиться и к мусульманам, почему бы и нет. Когда я играл в Native, там главный герой наш присоединился к Тараницкому Султанату. В общем, изначально я и собирался присоединяться к Тараницкому Султанату, потому что мне там просто больше нравились юниты. Особенно тяжелая конница Сараницкого Султаната, она мне действительно очень нравилась, потому что у этой тяжелой конницы вот такие булавы, которые сейчас орудует Карл. и соответственно эта Сараницкая конница она в основном, по крайней мере во многом не убивает своих противников, оглушает. И поэтому с этой конницей у вас всегда много пленных противников, значит, намного меньше проблем с финансами. вот меня бы здесь вполне себе устроила именно вот такая конница с такими булавами. ну вот и все несчастные пионы все лежат на поле можно сказать, что пионы завяли складываем в мешок все эти завязчивые пионы и несем к посреднику правда все сложить конечно не удалось потому что Карл может взять 5 самых пионов остальных будем считать Карл отпустил кстати здесь перчатки плюс 4 защиты тела они лучше тех перчаток которые были у Карла поэтому Карл здесь нашел плюс еще вполне себе неплохие перчатки двигаемся теперь назад к Каимбри идем в таверну кстати таверны я по-моему даже не посещал здесь таверны здесь особенные они не такие как в нейте видим здесь посетители горожане которые распивают здесь различные напитки в общем это добавляет атмосферы а вот кстати и посредник нам повезло но здесь идет стандартный диалог из нейте вычитать я его естественно не буду продаем этих легких пионов стоят они по 66 монет итого мы получили более 300 монет я считаю это вполне себе неплохо тем более что Карл будет прокачивать конечно же эту свою способность а именно содержание пленников теперь будем продавать весь лут я уже отмечал в начальных сериях что это будет чистый летсплей я здесь вообще ничего вырезать не буду поэтому в том числе и продажи лута я вырезать не собираюсь то есть это игра в чистом виде я думаю что и буду продолжать я в том же духе если в руси 13 век там я отступил потом конечно от этого потому что там все-таки требовалось больше существенная прокачка нашему герою прокачка шла скажем так более туго из-за особенностей того аддона то здесь я думаю что не требуется скажем так вот таких перерывов здесь Карл я думаю и без всяких перерывов у нас прокачается вполне себе я уже сказал до 20 но может чуть побольше уровней дальше уже будем собирать опять же спутников так это бандиты лесные бандиты откровенно говоря не подумав я на них напал лесные бандиты это лучники очень не хочется мне откровенно говоря долго скакать по этим лесам укрываясь от экстрел поэтому я думаю так как Карл купил наконец-то себе более-менее бронированную лошадь я думаю что пытаемся взять их нахрапом все-таки это конечно не мастера лучники и урон они наносят конечно не такой чтобы уж очень по крайней мере в нейтиве когда я получал уже бронированную лошадь и серьезную бронь для наших персонажа то при условии того что мы играем все-таки с уроном одна четверть я думаю что вполне мы можем долго от них не бегать а просто пытаться что называется их задавить сейчас посмотрим насколько это все у меня выйдет все-таки повторюсь карл уже прокаченный боец с приличным вооружением приличной броней уже с приличной лошадью поэтому должно конечно прокатить одно плохо в плен конечно я их брать не буду потому что булава она двуручная чтобы ее взять надо снимать щит и конечно без щита с ними лучше не связываться даже при всех тех условиях которые я обозначил выше без щита они очень быстро карла уложат что называется на землю их приличное количество поэтому к сожалению в плен я их не возьму придется их просто перебить плашом отходят сволочи в последний момент вы это можете видеть но это стандартная тактика здесь маунтенблейд для лучников он делает выстрел и отскакивает в сторону для того чтобы мы его не успели ударить ну видите как он отскакивает в сторону даже до выстрела стреляет можно сказать на ходу ну да серьезные скажем так все таки ребята несмотря ни на что пускай это не топовые лучники понятное дело но свое дело опять же они знают хорошо в ближнем бою они конечно намного слабее но стреляют вполне себе но повторюсь не хочу здесь ждать абсолютно скажем так не входит в мои планы собственно вот для этого я уберу все таки урон для нашего героя одну четверть потому что понятно что если бы у нас был полный хардкор то есть урон был бы нашему герою сто процентов понятно что в этой как раз ситуации пришлось бы ходить вокруг до около ждать пока они расстреляют все свои стрелы только затем их атаковать но так как в общем об этом я позаботился с самого начала и сократил урон нашему герою на три четверти то у нас нет такой необходимости сейчас я думаю прибьем наконец-то булавы последнего заодно посредника посмотрим сколько будет стоить этот лесной бандит насколько я понимаю здесь опять же те же самые расценки как и в нейтиве берем этого клинного бандита собираем лут конечно же я уже отмечал мне пока этот мод во многом конечно же напоминает на этих и бандиты здесь лесные такие же как и в нейтиве вот еще один отряд но пока я не хочу с ними связываться надо подлечиться слегка к орлу я думаю что на обратном пути мы с ними еще столкнемся вот вора это совсем другое дело я думаю до кучи мы этих воров возьмем для посредника хоть и стоят они весьма недорого но тем не менее и посредник здесь совсем рядом поэтому особых проблем я думаю у нас не будет у воров луков нет поэтому можно здесь будет торговать булавой сначала сократим количество дома палашом хотя с другой стороны по моему булавой даже проще здесь с самого начала разбить булава еще раз скажу имеет серьезное преимущество она и замечает блоки иногда даже и щиты карл кстати перешел уже на 12 уровень естественно карл как я уже сказал прокачивается здесь быстро также карл приобретает необходимую известность так как подчеркну для тех кто может быть не знал в таких вот боях мы получаем большое количество известности так как противники имеют изначально серьезное преимущество над карлом и считается что каждая такая победа как раз серьезно увеличивает известность карла так как он один против превосходящих противников выигрывает и соответственно становится известным в этих землях поэтому во всех отношениях конечно вот такие бои они очень полезны для нашего героя ну вот наконец-то карл последнего вора оглушил заберем опять часть этих разбойников правда опять небольшую и отправимся к посреднику но будем теперь знать что в Португалии обитают лесные разбойники это их национальные именно разбойники здесь на землях португальских так лесной бандит стоит 73 монеты разбойники 32 ну что ж весьма опять же неплохо лесной бандит конечно стоит в два раза больше но и возни конечно же с лесными бандитами тоже намного больше поэтому откровенно говоря где где в Португалии скорее всего я из-за бандитов задерживаться не буду так же как в нейтиве в общем-то меня в плане войны с бандитами свадейские земли совершенно не интересовали так как напомню что в нейтиве лесные бандиты обитают на землях свадов так надо прокачать Карла на целых две единицы уровня берем силу также берем мощный удар я думаю что увеличим содержание пленных то брать не пять человек а десять в плен сейчас для Карла самое главное накапливать все больше и больше денег естественно так как эти деньги понадобятся Карлу не только для брони не только для лошадей хотя конечно это первостепенно но вот этот отряд лесных бандитов в общем я обещал что мы на обратном пути их атакуем вот мы их атакуем откровенно говоря надо было все таки отойти в сторону видим вот эти леса они сказываются я имею ввиду эти леса на глобальной карте они трансформируются в леса и на боевой поэтому надо было к побережью отойти но да ладно в общем то если так разобраться это практически без разницы в данном случае так как я вообще не собираюсь от них бегать мы просто их нахрапом будем брать так они справа я не хочу дать им даже рассредоточиться мы просто будем их всех убить по полу местными разбойниками нужно разбираться в ближнем бою конечно это вариант все таки для не самого высокого уровня сложности и для прокачанного персонажа тем не менее конечно же лазиться я с ними совершенно точно не собираюсь так же мы их не берем в плен понятное дело надо вот этих гаденышек продолжают стрелять перебить и так это я так понимаю все убегает там бандит видимо лесной бандит заблудился в лесу нет он не заблудился он просто убегал с карты ну ладно никого мы в плен не взяли все скажем так либо убежали либо повержены но я повторюсь все таки совершенно точно лесные бандиты не мои клиенты и португалия из-за бандитов я совершенно точно задерживаться не буду я думаю сейчас продадим лук в Каимбре и будем убираться с португалии на общих чертах я понял на юге конница в португалии лесные разбойники и то и другое меня не очень устраивает меня скорее гораздо более устраивали те бандиты которые были на севере я думаю что в тех землях мы скорее и обоснуемся по крайней мере для того чтобы разбираться с бандитами там они прокаченные тундровые бандиты за которых нам давали 124 опыта это на мой взгляд самое то что нам нужно много опыта много лута скорее всего много денег за них от посредников при этом минимум скажем так времени и усилий лесных бандитов вообще вы видели тоже много времени не надо но в плен мы их брать не можем иначе они нас просто расстреляют но либо надо будет покупать какое-то одноручное оружие видим здесь еще 8 лесных бандитов одноручную скажем так какую-то палец для того чтобы разбираться именно с этим лесным бандитом кстати это по-моему не лесной разбойник это видимо обычные воры сейчас посмотрим что это за бандюганы поэтому в общем-то еще раз скажу выгоды этих лесных разбойников никакой ну вернее не то чтобы никакой но она намного меньше чем выгода с тех разбойников которые были на севере они там назывались тундровые бандиты ну понятно что они в испании никакие не тундровые но тем не менее те бандиты которые встречались нам с самого начала именно на севере ближе к каталонии меня эти бандиты интересуют гораздо больше это это видимо действительно был такой аналог морских налетчиков из нить его ну вот и все несчастные бандиты опять же захвачены и их повезут к посреднику собираем лук мы направимся опять же в Каимбру можно конечно было бы продолжить путь к порту на север но я опасаюсь что там возможно нет посредника раз уж есть посредник в Каимбре то зачем рисковать в Каимбре мы этих разбойников и продадим за Карлом опять видимо здесь лесные бандиты гонятся но я думаю пускай они подождут в свою очередь сначала мы продадим этих разбойников потом я думаю захватим других а вот и посредник да да это обычные разбойники продаем за 32 монеты каждого так теперь мы поищем где там были 6 вот они кстати лесных бандита ну да я думаю так как их немного вот их я постараюсь взять в плен по крайней мере надеюсь что они не успеют расстрелять Карла тем более местность здесь благоприятная хоть и есть определенные леса но не такие скажем так дремучие и местность ровная поэтому я думаю проблем у нас особо не должно возникнуть но до всех мы выкосили булавой остался последний сбежать ему естественно уже не судьба забираем этих лесных бандитов а также лут но вы можете заметить что прокачка сбора трофеев для меня первостепенная задача поэтому собираем много этого лута сбор трофеев я всегда прокачиваю в первую очередь потому что это существенно ускоряет рост нашего благосостояния вернее благосостояния нашего главного героя продаем этих шестерых по 70 монет зарабатываем вполне себе приличные деньги ну да пока скажем так карл не испытывает здесь никаких проблем но было бы удивительно если бы он эти проблемы все-таки испытывал у нас не хардкор пускай в общем скажем так и не самая легкая установка не самая легкая игра но урон 1 4 поэтому долго возиться с противниками не надо украина откровенно говорят здесь карл по моему еще не сталкивался но если только вот те бандиты на лошадях вот они наверное если бы у нас был полный урон наверное карла бы уже схомутали а так в общем-то никаких проблем ни с кем на мой взгляд у нас нет с лучниками там все просто если есть время то скачем пока они там не расстреляют все свои стрелы и в общем не испытываем тоже никаких проблем так здесь вот кстати по-моему броня подешевле стоит я вот думаю не купить ли за 10 тысяч вот эти куртки с кольчугой я думаю что вполне они подойдут к карлу а вот кстати треснутая куртка с кольчугой стоит 7 тысяч при этом 56 к защите тела 13 к защите ног интересно что она стоит дешевле но она лучше по своим параметрам я думаю что по дешевке по моему очень приличную кольчугу мы берем пускай она и треснутая но даже в этом треснутом виде по моему она получше чем остальные ну что ж не зря мы опять же зашли в порту карл теперь обзавелся не только бронированной лошадью но и очень хорошей кольчугой хоть и с приставкой треснутая на 56 защита тела это действительно очень приличная кольчуга за 7000 это вообще можно сказать за копейки идем дальше на север королевство Леон я думаю будем направляться к Сантьего посмотрим что здесь продается ну да вся эта броня хуже чем у нас есть при этом стоит дороже я думаю теперь стоит двинуться на восток к Леону так же вы можете обратить внимание что здесь не так много войск у лордов в Руси 13 век там в общем было гораздо больше войск у тех лордов которые там присутствовали поэтому больших здесь глобальных сражений я думаю не будет если только из-за большого количества этих лордов но армия здесь в общем такие же как и в не больше и вот Карл в Леоне турнира здесь так же нет посмотрим есть ли здесь посредник да посредник здесь присутствует что нам скажет путешественник путешественник нам ничего не скажет интересного тут не изменены диалоги с нейтево поэтому не будем собственно их и смотреть собственно и в нейтеве я не видел большого смысла путешественников никакой особой ценной информации они не предоставляют но все только по соискателям трона а их местонахождение твое 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 Это уже другое королевство, королевство Кастили, скачем к Бургасу, интересно есть ли здесь посредник, нет похоже посредника здесь в Бургасе нет, видимо как и в нейтиве, здесь все-таки не во всех тавернах есть посредники, что печально, поэтому иногда придется искать этих посредников для продажи пленников, да наверху здесь ничего нет, но торговцев я думаю мы посещать не будем, Карлу особо уже ничего не надо в моменте, лошадь есть, броня есть, оружие в общем тоже есть, осталось только реализовывать все эти свои преимущества, так это у нас легкие пионы, 22 человека, я думаю вполне себе подойдет, Карл с ними уже сталкивался, в общем это скажем так мальчики для битья на мой взгляд, у них ни луков, ни лошадей, а с пехотой Карл конечно же своей булавой расправится на раз-два, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Ну да, все-таки у них есть метательные дротики, а то, честно говоря, даже подумал, что у них и метательных орудий нет. Поэтому придется немного подождать, пока они выкинут все эти свои дротики. Продолжение следует... Вообще, конечно, Mountain Blade такая игра, которая во многом так устроена, что, наверное, она наиболее подходит под какие-то, скажем так, прямые, скорее, трансляции. Я думаю, что весь этот этап, а, в общем-то, даже не только этот этап, но и вся игра гораздо больше подходит для игры нон-стоп, без всяких вырезов. И можно сказать, в прямом эфире. Ну вот, Карл перешел на тринадцатый уровень. Как я и сказал, мы очень быстро, естественно, с ними расправимся. У них нет вообще никаких шансов и никаких способов борьбы с Карлом. Остается только повторить то, что говорил в предыдущей серии. Это не русский тринадцатый век. Здесь нет комбинированных бандитов, поэтому... С бандитами одного типа, ну либо с дезертиром расправляться намного проще. Они уже побежали. Да. Видимо, они здраво оценивают твои силы. И лучше побежать, когда их осталось пять человек. Глядишь, кто-нибудь до убежит. Ну правда, увы, у них это не получилось. Очередная, в общем, на мой взгляд, легкая победа, легкая прогулка для Карла. Забираем десять этих легких пионов. Остальные, пускай, что называется, очухаются и идут дальше. Карл не кровожадный. Собираем лут. Которого, естественно, много. Итак, теперь осталось только прокачать Карла. Полагаю, стоит ему прокачивать ловкость. Прокачаем содержание пленных до тройки. Теперь Карл сможет забирать пятнадцать пленников. Осталось теперь только найти, где продать уже существующих пленников Карлу. Ну и на этом я заканчиваю эту серию. Продолжение следует. Продолжение следует. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует...